Фашистский лагерь Это не случайно 11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Именно это событие сподвигло ООН отметить этот день как памятный для всего человечества. В парке Дубки у пулеметного ДОТа жители Сестрорецка почтили память узников концлагерей. Это день, когда смогли показать, что несмотря на те преступления, несмотря на все тяжести, жизнь может продолжаться. То есть все-таки это день свободы, день освобождения, день памяти, день любви. То есть любви к самому народу, любви к свободе, любви к жизни. И как бы нас все-таки в первую очередь здесь объединяет любовь. И вторая вещь, которая нас здесь сегодня объединяет, это вещь к памяти. Для того, чтобы такие случаи, такие зверства все-таки больше в нашей жизни и в истории не повторялись. Во время Великой Отечественной войны более полутора миллионов людей оказались в фашистских концлагерях. Наиболее печально известны среди них Бухенвальд и Освенцим. Там люди погибали от голода, болезней, пыток и бесчеловечных опытов. В ходе медицинских экспериментов для испытания новых вакцин заключенных заражали тифом, туберкулезом и отравляли ядом. В курортном районе прикладываются все силы для того, чтобы подрастающее поколение не забывало историю Великой Отечественной войны. Сегодня, в День памяти, мы вспоминаем уроки истории, особенно военной истории. Мы знаем, мы помним, к чему могут приводить самые чудовищные мысли и идеи, чем это заканчивается. В современной работе с современной молодежью мы обязательно должны учитывать этот исторический опыт. У нас есть исключительное право и возможность быть услышанными нашими воспитанниками. Поэтому на нас лежит огромная-огромная ответственность. В завершение мероприятия на пулеметный ДОТ и импровизированную колючую проволоку концлагеря возложили цветы. ДОТ и импровизированную колючую проволоку концлагеря возложили цветы. ДОТ и импровизированную колючку. ДОТ и импровизированную колючку.